господа всем приходящим без зла желаю только добра с вами шаман канал шаман блэр и сегодня у нас очень интересный бой я в этом уверен он интересен еще до того как я запустил этот реплей до мелкие танки согласен мелочь все но это 12 бой на аккаунте у игрока 12 я даже не полез смотреть тактика технические характеристики этого танка я уже благополучно успел их забыть когда-то давным-давно несколько боев было сыграно в памяти не отложились значит ничего примечательного и с тех пор ттх изменились все это изменилось потому что было очень давно но очень давно господа значит 2 хп он написал осталось 2 хп из двумя хп он затащил значит еще на аккаунте я говорю это уже это 12 бой двадцать первом году регистрация аккаунта было ну явно что твинг только зачем такой твинг на котором потом не играть я вот не понимаю может быть отдыхает какой-то статьюга там до 83 процента побед ты 2 я да ты что пробивает пробивает внучок попадает пробивает 1 паспичина сейчас посмотрим это у нас я подожди ты не стреляй голда первом слова убил да ну явно твинка в первом слоте pela за в первом слоте голда 4 фугаси это не голда сейчас пошла базовые то есть голдо в приоритете Ну, твинкарек, приехал так уверенно сюда, невзирая на то, что, понимаете, я бы, наверное, в другую сторону поехал или вообще на респе остался. Тихо-тихо-тихо, дайте вы посмотреть. Алло, смотри, едет. Ля-ля, а не обнаглел ли ты, братан, на своем твинке вот так вот выделываться? А это ошибка. Два хп с начала боя. Ребята, извините, я с первого дубля обычно снимаю. И поэтому я не был готов к этому всему. Хорош, хорош. Ну, твинкарь, твинкарь, твинкарь. Только еще раз говорю, я вот не понимаю, для чего человек завел твинка. Давайте посмотрим, вроде как мелкие уровни. Да, тут поскольку по 14 игроков было, да, по 14 игроков. Вроде как мелкие уровни. Да, типа мелочь, да так каждый может. Ну, давайте посмотрим, как каждый может с двумя хп практически с начала боя. Затащить, да еще получается, что у него вся команда... Я бы, честно говоря, вот на миникарте показываю, я начал было говорить. Я где-то здесь отстрел первоначальный сделал. Он сюда, чтобы занять гору, потому что с годы сбивать базу можно. То есть она видна. Но это при условии, что кто-то будет подсвечивать. Блин, даже не знаю. Команда поехала. Ну, хорошо, хорошо. Пользуется этими обзорами, все понятно. Все понятно, все понятно. Только зачем, говорю, такой 12-й бой на аккаунте? Наверное, больше играть не будет на этом аккаунте, имею в виду. Хотя, я знаю историю. Да, за камнем стоят, можно блайнды кидать. Согласен, абсолютно согласен. Лук пиндори, сейчас подсветят, сейчас подсветят снизу. Ой, полетит сейчас в него. Ой, полетит. Голду уже зарядил, сейчас голда пошла. Хорош, хорош. Зачем такие твинки, ребят? Две арты. Две арты. Любая из них рядом хотя бы даст. Ну, там сплэш, конечно, небольшой на этих уровнях. Но, тем не менее. Вон, она стреляет в 67-го вражеской артиллерии. Рядышком, в которой стоит. Он сбивает, сбивает, потому что трое в кругу. Кажется, что мелкие уровни. Вы посмотрите, какой экшон. Вы посмотрите, какой экшон. Это хорошо, что еще сзади МХ-40, сзади вот, дает инфу, что снизу не едут. А так бы снизу приехали да добили 2 хп, ё-моё. О, теперь инфы не будет. Веселуха. Зачем вот будет? Ну, а, я не договорил, не договорил. Я знаю истории. И с тех времен, когда я активно играл в кланах, и т.д. и т.п. Статюги, да, заводили там твинка, или какой там уже по счету аккаунт. И, дабы отдохнуть от статистики, у них были еще аккаунты, свои же, да, там. Вот, или заводили, чтобы одихать. Одихать и даже иногда поиграть на арточки. Ой-ой-ой-ой, это Хетцер, Хетцер промахивается. Ой, через каток, как технично, еще раз каток. Ой, ну все. Если катка не дать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, какое столпотворение. Как они друг дружке помогают, какие замечательные ребята. Ай, хорошо разряжен. Хетцер, добрать Хетцер, хорош. А вы говорите, мелкие умы, неинтересно. Вы посмотрите, сколько экшона. Вы посмотрите, что тут творится. Семь фрагов, ля-ля-фа. Эти ноты. Семь фрагов. Конечно, не единственное, а очень сильно мешает. Ой-ой, вот этот, который внизу здесь поджался. Он, конечно, очень сильно мешает. Офигеть на этом пулемете. Тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Господа, я на стримах частенько говорю, да? Но если не получается на десятках, там, на более высоких уровнях. Это не только я говорю, это и фиолетовые статюки говорят такое. Но не получается, если на крупняке играть. Кто вам запрещает найти какой-нибудь свой тунчик мелкого уровня и наслаждаться геймплеем? Ну, если будет лучше получаться, если, ну, предположить, на десятом уровне игрок, ну, предположим, я просто, ну, такое же бывает, на десятом уровне не умеет играть, и получается, нажимая кнопку в бой, выступает в качестве груши для битья. Ну, не интересно же, не интересно. А понагибать интереснее. Найдите мелкий уровень какой-нибудь, кто запрещает. Играйте. Уф. С доппайком, кстати, я сразу не обратил внимание. С доппайочком. Не, не твинг, конечно, не твинг. Человек только начал играть. Я не осуждаю никого. Да хоть десятый аккаунт. Хоть двадцать первый. Да, главное, без перебора. Ну, надо, наверное, чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее проехать, чтобы за камень за этот закидывать. Чуть-чуть левее. Так. Что происходит? У Чстюга, видимо, либо не хватает радиостанции, либо... На мини-карте сейчас покажу. Либо не хватает дальности радиостанции, либо радист контужен. И поэтому он никакой инфы, даже если он там сейчас воюет, тупо не даст нашему игроку, что решает сюда. А там и МАИК-40. МАИК-40, вроде она крепенькая такая машина здесь. На этих уровнях. МАИК-40. Мыльница. Я помню, может, они что-то поменяли. Когда-то называли мыльницам X-40. Тихо-тихо-тихо. Хорошо. Ай, вот мыльница, мыльница. Хорош, хорош. Блин, с двумя ХП играет. Как же он ошибся был. Подумал, что там никого нет. Танканул, бля. Ай, хорош. Хорошо, хорошо. 8 фрагов. Ну, честно сказать, конечно, заслуженно все. Да? В этом бою я уверен. То есть, играть человек умеет. Этот игрок играть умеет. Тут ничего не скажешь. То есть, это не какое-то тупое везение, как иногда там бывает. Играть он умеет. Вот как теперь с двумя ХП, да под двумя... Под одной. Уже под одной артой все это... Да, елка пятого уровня. Это серьезный противник. По указке пытается гупендить. По указке. Может быть, пока... А нет, светить опасно. Ля, он шотный. Ну, как так, да? Хорош! 9 фрагов. Едь за ртой. Едь за ртой. 9. Посмотрите, сейчас бойкомплект закончится. Да и 400 урона. Я уверен, были еще блайнды. Посмотрим. Ё-моё! Вот это битва! А-а-ай! Нет. Прикольный бой. Прикольный. Я запускал реплей, думаю, посмотрю там. Прокомментирую. А дальше будет видно, буду ли я это публиковать или не буду. Можно и опубликовать. Господа, еще раз говорю. Не получается с невысоких уровнях. Если вас там калашматят, да? Ну, найдите, я не говорю, что там на пятый уровень. Ну, поищите шестой, седьмой там какой-нибудь. Правда, на седьмом, наверное, сложнее, чем на пятом играть. Все-таки. Потому что на седьмом против девяток забросит это все. Ну, поищите танчики. Вот у меня, например, Т-50-2. Один из фаворитных танков. Просто боев на нем столько дофигища, да? Что, ну, уже просто от него тошнит. А так танк, вот для меня, он удобный. Очень комфортный. Там и три отметки, и все дела. Ну, уже, ну, тошнит. Когда-то таким танком был 90-к. Когда-то таким танком был Е-25, ПТ. Тоже очень много боев наиграно на этих всех танках, что я перечисляю. И просто уже прям подташниваю. Посмотрите, чтобы не дать десятый фраг, как все оставшиеся. Я вот так вот медаль пула тоже брал. У меня артиллерист свой забирал-забирал-забирал-забирал. Я... Как я матерился. Ну что? Тут эту артиллерию, я вам скажу, на этом уровне, еще не факт, что... Короче, она может так всечь, что мало не покажется. Единственное, что, конечно... Но с этого расстояния ствол опустится. АФК-шный! Неужели АФК-шный? Хорош, фу... Хорош! Хорош! Ну что, пашни, посмотрим результаты боя, господа. Пул. Спартанец. Стальная стена. Защитник. Основной калибр. Воин. Сколько аж настрелял? Давайте глянем. 3.700. Слышите? Тут на десятке 3.700 настреляешь. Тоже неплохо. На пятом уровне. Хорош! Хорош. Ну, минус. По серебрум за такие бои, как я часто говорю, не жалко. Ну что ж, господа. Всем спасибо за внимание. С вами был Шаман, канал Шаман БЛР. Всем приходящим без зла желаю только добра. До новых встреч в эфире. Всем пока. Всем до свидания.